Намаскарам, Садгуру. На прошлой неделе я потеряла свою дочь, и я в глубоком горе. Что я могу сделать для нее сейчас, когда она ушла? То, что я сейчас скажу, не направлено на то, чтобы причинить вам боль. Это технический момент. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на это именно таким образом. Потому что я могу сказать несколько слов утешения. Но это не будет решением для вас. Вы будете чувствовать себя хорошо только сегодня, а завтра утром все вернется. Я хочу, чтобы вы внимательно выслушали меня. Если ребенок умрет, до того, как им исполнится 4 года, вы увидите, что его родители будут накручивать себя. Но на самом деле боли нет. Когда я говорю, что боли нет, есть эмоциональная боль. Но внутри вашего тела не происходит ничего мучительного. Люди думают, что это потому, что после рождения прошло всего несколько лет. Это неправда. Вы можете привязаться и за один день. Для этого не нужно 4 года. Это происходит просто потому, что эта жизнь еще не стала полноценной. Даже правительства в мире учитывают. Для расчета показателя коэффициента младенческой смертности учитываются смерти детей до 4 лет, потому что до недавнего времени это было обычным делом. Теперь медицинское вмешательство даже немного чрезмерно. В противном случае многие дети умерли бы до достижения ими 4-летнего возраста без каких-либо заболеваний. Просто так. Потому что их жизнь не устоялась. Не до конца установилась. Ваш контакт с ребенком максимален, когда он младенец. К тому времени, когда ему или ей исполняется 4 года, они начинают бегать повсюду. Они уже не с вами. Вы не можете удержать их. Они хотят быть повсюду. Они хотят видеть мир. Но до 4 лет они очень даже с вами. Несмотря на это, физическая связь с ними не так крепка, потому что физически они не очень сильно связаны со своим собственным телом. И внутри вас та же связь не проявляется настолько сильно. На это большинство людей скажут, «Нет, нет, когда моему ребенку было 3 месяца, я был так привязан. Я знаю все это». Вот почему я сказал, что это технический вопрос. Только если вы готовы внимательно наблюдать со жизнью, вы поймете это. Если вы посмотрите на это с точки зрения эмоциональной привязанности, то уже в первый день рождения ребенка вы были очень сильно привязаны. Вы были привязаны даже до его рождения. Не так ли? Физиологически ваша связь с ребенком резко усиливается после того, как малышу исполняется от 40 до 48 месяцев. В это время ваша физиологическая связь с ребенком становится гораздо более тесной. И это происходит в вашем теле. В вашем теле происходит что-то, чего большинство людей не понимают. Они ощущают, что с ними что-то происходит до достижения ребенком 4 лет. После 4 лет с ребенком связано много проблем. Куда он идет, где он, поступление в школу, одно, другое. Из-за других обязательств они упускают этот опыт. Хотя именно в это время что-то включается, потому что эта сущность и это тело соединились примерно через 40-48 месяцев после рождения. Когда это происходит, вы приходите к определенной легкости, потому что это становится частью вас. Вам не нужно сознательно это удерживать. Происходит естественное удержание. Если ребенок умрет маленьким, до 4-х лет, родители будут расстроены, эмоционально подавлены, но не убиты горем. И дело совсем не в продолжительности. Так происходит потому, что эта сущность еще не соединилась со своим телом. И вы должны понять, что вы всего лишь поставщик тела. Вы не можете создать сущность. Не в человеческих силах создать сущность. Вы только предоставляете ему тело. Вы содействуете созданию тела. Поэтому только когда эта сущность действительно соединяется с предоставленным вами телом, что-то включается внутри вас и занимает определенное пространство. Оно занимает определенное пространство в вашей собственной системе. Если мы просто проверим чью-то энергию, мы узнаем, были у них дети или нет. Если вы пойдете к любому местному астрологу, за 25 рупий он скажет вам, сколько у вас детей, живы ли они, даже как их зовут. За 25 рупий. Это полдоллара. Они дадут вам краткое описание ваших детей, их характеристики, имена, все. Потому что все это занимает определенное место внутри вас. Если вы готовы наблюдать, все это присутствует у вас. Эта физиологическая связь очень сильна, пока ребенку не исполнится 21 год. После 21 года она снова начинает рассеиваться. Это прекрасная естественная система заботы о потомстве, его воспитании, а также способности отпускать его, когда это необходимо. Если кто-нибудь приходит ко мне и говорит «Благословите моих детей», я спрашиваю, сколько им лет. Если им меньше 21 года, мы действительно благословляем их. Если они старше, мы подшучиваем над ними, шутим с ними и отсылаем их. Потому что это бесполезно. Бесполезно благословлять вас за ваших детей, если тем больше 21 года. Мы должны благословить их самих. Если им меньше 21 года, вы можете благословить мать или отца и оказать глубокое влияние на ребенка. Но если им больше 21 года, они должны прийти сами. Благословение матери и отца не имеет большого значения. Только эмоциональное. Такое не должно происходить ни с кем. Но это случается. Никто не должен умирать после своих детей. Всегда лучше, если мы умрем, до того, как умрут наши дети. Вот как должно быть. Это естественный порядок жизни. Но иногда это случается. Это происходит с разными людьми каждый день. Большинство верит, что с ними этого никогда не случится. Это не так. Это может случиться с кем угодно. Теперь же, когда это случилось, до того, как это случилось, мы делали все, чтобы спасти эту жизнь. Но после того, как это произошло, пришло время посмотреть, заглянуть глубже внутрь себя и понять, что представляет собой весь этот процесс, насколько он глубок и в то же время, насколько он вас связывает и насколько освобождающим он может быть. В Индии люди отчаянно хотят иметь сына. Причина, по которой они хотят иметь сына, заключается в том, сегодня социальные ситуации изменились. Изменились технологические возможности людей и возможности путешествовать. Иначе, когда девушка достигает совершеннолетия, она выходит замуж и уезжает в чужой дом. Если вы умрете, она, возможно, не сможет прийти, потому что ей придется идти пешком. Ей не обязательно быть в Америке, если она в Сейлеме. Она не пройдет пешком 200 километров. К тому времени, когда она придет, ваша кремация уже будет закончена. Итак, мы хотим сына, потому что сын живет с нами. В современном мире это не имеет значения. Я хочу, чтобы вы поняли, что тысячу лет назад это было очень даже актуально. Если бы она жила в 50 километрах отсюда, она бы не пришла вовремя. У нее собственные дети, свой муж, своя собственная семья. Она не может просто все бросить и прийти. И она не может прийти в одиночку. Повсюду был лес. Кто-то должен был ее сопровождать. Так что этого бы не случилось. Вот почему 12-й день был предназначен для приезда дочерей. Когда вы умрете, вы хотите, чтобы ваш ребенок был рядом с вами. Именно сын. Потому что быть рядом было возможно только для сына. Дочь была бы где-то в другом месте. Причина, по которой ребенок должен быть рядом, заключается в том, что есть способы использовать эту небольшую область внутри вас, маленькое пустое пространство внутри вас, которое занято тем существом, которого вы называете «мой ребенок». Если он делает правильные вещи, он может освободить вас. Это для тех людей, которые живут совершенно неосознанно и не проводят никакой внутренней работы. В своем освобождении они зависят от своих детей. И это само по себе стало целой традицией. Варанасий известен этим. Люди приезжают либо со своими престарелыми родителями, которые хотят умереть в каше, либо с пеплом только что умерших, потому что в какой-то степени они понимают, что могли бы освободить своих родителей. Но сегодня очень мало людей знают, как правильно делать эти вещи. Поэтому это стало простым ритуалом. Я пытаюсь сказать вам, что когда вы вынашиваете ребенка, определенное пространство в том, кто вы есть, занимает эта сущность, которую вы называете своим ребенком, потому что вы только предоставили тело для этой сущности. Обычно взаимодействие людей друг с другом носит только физический, психологический или эмоциональный характер, и оно никогда не выходит за рамки этого. Так что мы считаем, что это все, что есть в этом человеке. Но когда человек умирает, или когда человек сбрасывает свое тело, то все это исчезает. Ментальная структура исчезает, эмоции исчезают, тело совершенно точно исчезает. Так что все, что вы знали, как «мое», исчезло. И та сущность, которую вы всегда считали своим ребенком, стала для вас таким же чужим, как любой другой человек. В то же время, после чьей-то смерти, если умерли наши родители, мы делаем для них определенные вещи. Если это наши дети, мы ничего не делаем. Потому что у вас есть небольшое пространство, занятое качеством этой сущности. Но у них нет этого маленького пространства, занятого вами. Вы не можете занять будущее поколение. Будущее поколение занимает немного места в прошлом. Но в силу самой природы вещей, прошлое поколение не будет занимать и не может занимать место в будущем поколении. из-за этого, когда дети вырастают и приближаются к 21 году, вы смотрите на них, и они выглядят как абсолютно незнакомые люди. Вы не можете поверить, неужели вы их родили? Это ваши дети? Это тот самый малыш, которого я растила? Вы не можете распознать, что они делают, потому что у вас нет обители в них, но у них есть обитель в вас. Поэтому, если вы хотите повлиять на своих детей, не пытайтесь делать с ними слишком многое. Вы должны быть в состоянии определить, где находится это пространство. Если вы будете поддерживать его определенным образом, все будет хорошо. Это пульт дистанционного управления, который есть у родителей в отношении ребенка. Поэтому, если вы хотите повлиять на своего ребенка, в течение первых 11 дней ритуал Калабайрова карма определенно сделает что-то значительное. Если вы хотите сделать что-то кроме этого, ваши мысли, эмоции и действия не имеют никакого влияния на вашего ребенка, которого больше нет. Но если вы обратитесь внутрь, если ваше существование станет приятным, это окажет огромное влияние. Потому что, если это маленькое пространство станет приятным, та сущность будет испытывать эту приятность до тех пор, пока не найдет другое тело. Вы можете влиять до тех пор. Как только оно найдет другое тело, вы не будете иметь к ней никакого отношения. Кто-то другой заявит, «Это мой ребенок». И начнется совершенно новая драма. Неправильно говорить эти вещи тому, кто потерял своего ребенка всего неделю назад, мне жаль. Но так оно и есть. Одна вещь, которую все мы должны понять, «Дети только приходят через нас, они не исходят от нас». Это привилегия, что кто-то решил прийти через вас, что вы можете стать пропуском для новой жизни. Мы не владеем ей. Мы не можем заявлять право на нее. Она просто пришла через вас. Это большая привилегия. Вы должны ей дорожить. И ваша дочь с того момента, как она родилась, и до тех пор, пока не произошло то, что, к сожалению, произошло. Она во многих отношениях, которые вы, возможно, не осознавали в то время. Но теперь, если вы оглянетесь назад, в очень многом она обогатила вашу жизнь. Не так ли? Вы просто должны дорожить этим. И если вы хотите повлиять на нее, сделайте вот это как можно более приятным. Это единственный способ, которым вы можете повлиять на нее. Если бы она была вашей матерью, вы могли бы повлиять на нее другими способами, совершая кармы, крии и прочее. Но со своим ребенком вы не можете этого сделать. Единственный способ сделать что-то приятное для той сущности, сделать вот эту сущность абсолютно приятной. Потому что пока та сущность не найдет другое тело, то небольшое пространство, которое оно занимает, это качество и это измерение все еще связаны. Так только она найдет другое тело, эта связь исчезнет. Субтитры создавал DimaTorzok